Непростое, золотое. Непростое, золотое. Где искать яйца Фаберже? Коммерсант стиля 24 апреля 2019 года, 16-13 с конца 19 века и до 1917 года правители императорской России заказывали пасхальные подарки для близких самому крупному ювелиру в истории России. Сегодня яйца Фаберже, драгоценные свидетели былой роскоши, живут в крупнейших музеях и частных коллекциях по всему миру. Но найдены еще не все. В 1885 году царь Александр III заказал 38-летнему Карлу Фаберже, успешному российскому ювелиру с собственным ювелирным производством в Санкт-Петербурге, основанным в 1842 году, создать для его жены императрицы Марии Федоровны подарок, который бы ее приятно удивил. Фаберже придумал яйцо с золотой основой внутри, а снаружи покрытое белой эмалью. На манер русской матрешки, когда, открывая крышку куколы, обнаруживаешь внутри еще одну, мастер разместил внутри яйца миниатюрную золотую скульптуру курицы на сетке, а внутри курицы бриллиантовую реплику императорской короны и подвеску в виде рубинового яйца. Пасхальное императорское яйцо «Курочка», 1885 год, Музей Фаберже, Санкт-Петербург, Россия. Эта работа получила название «Курочка» и стала первой из 50 императорских яиц, произведенных семейной фирмой Петера Карла Густавовича Фаберже за последующие 1932 года. Конец экстравагантной традиции положила Великая Октябрьская революция 1917 года, когда семья ювелира была вынуждена покинуть Россию, а драгоценные яйца были конфискованы новым правительством и впоследствии проданы и вывезены на Запад. Сегодня стоимость этих яиц начинается от миллиона долларов, евро, фунтов в зависимости от местоположения. И большинство из них нашли свое место в крупнейших мировых музеях и богатых частных коллекциях. В частности, яйцо «Курочка» принадлежит к коллекции Виктора Виксельберга, как и восемь других, которые нефтяной магнат приобрел на аукционе «Савербиз» в 2004 году у семьи Forbes за 100 миллионов долларов. Все девять яиц Виксельберга Курочка 1885 Ренессанс 1894 Яйцо с бутоном розы 1895 Коронационное 1897 Ландыши 1898 Петушок 1900 Лавровое дерево и 15-е годовщина царствования 1911 Орден Святого Георгия 1916 Находится на экспозиции в частном музее Фаберже в Санкт-Петербурге, открытом в 2013 году. И это самое большое собрание яиц после коллекции музеев Московского Кремля, где представлено 10 штук. Пасхальное императорское яйцо Курочка 1885 год Музей Фаберже, Санкт-Петербург Россия три императорских яйца находится в коллекции королевы Великобритании Елизаветы. В том числе яйцо мозаичное, приобретенное царем Николаем. Для царицы Александры Федоровны в 1914 году, инкрустированное бриллиантами и рубинами с миниатюрным медальоном с портретами пяти царских детей внутри. Яйцо было куплено королем Великобритании Георгом В. в 1933 году за 250 фунтов. В Букингемском дворце также находятся яйца-корзинка цветов 1901, колоннада 1910, яйцо с панелями 1899, одно из семи яиц, заказанных русским предпринимателем А. Ф. Кельхем в подарок своей жене Варваре Кельхбазановой. Пять яиц находятся в США на экспозиции Виргинского музея изобразительных искусств, их музею преподнес в дар американский бизнесмен Лиллиан Томас Пратт. Пасхальное императорское золотое яйцо с часами, механизм В. ватчерон Константин, 1887 год, частная коллекция. До сих пор не все из пятидесяти яиц найдены, что оставляет надежду для охотников за сокровищами. Так, одно из яиц в 2015 году внезапно для себя обнаружил торговец с металлоломом на блошином рынке на Западе Америки. Яйцо было золотое, на золотой подставке, с часовым механизмом внутри инкрустированными бриллиантами-стрелками. Продавец надеялся получить за него хотя бы несколько сотен долларов, то есть стоимость расплавленного металла в чистом виде, и заплатил 14 тысяч долларов. А когда, заинтересовавшись затейливой вещицей, решил проверить ювелирное клеймо В. ватчерон Константин, наткнулся на обнаруженную в 2011 году фотографию этого яйца из аукционного каталога 1964 года и понял, что его находка стоит миллионы. Яйцо было выставлено на продажу в лондонской галерее Уорски за 33 миллиона долларов и продано за 20 миллионов фунтов. Екатерина Зиборова